Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках Sony Xperia X2 Ultra. Название такое звучное, громкое. Телефон огромный, хотя, знаете, я сам пользуюсь телефоном Mi Max 2 644 дюймов. Кстати, Sony была первопроходец такого формата. Сделала еще Sony Xperia Z Ultra года, наверное, 4 назад огромнейший. Ну, здесь экран 6 дюймов, но он ощущается, как будто это самый большой телефон, что я держал в руках. Прямо вот реально огромный. За счет того, что сверху и снизу отступы большие. Ну, все равно, за это я его критиковать не буду. Наоборот, может быть, Sony можно похвалить, хоть они и делают одно и то же фактически уже пятый-шестой год. Но они хотя бы единственные, кто выделяется. Это единственный телефон, который можно просто поставить, и он будет стоять. По Sony, что могу сказать по дизайну? Ну, вот, нигде не нашел информации точной, но это не стекло, это больше всего похоже как будто на пластик. Вот именно задняя спинка устройства. Рамка полностью металлическая. Сверху у нас разъем для наушников. Играет вполне себе хорошо. Помогают еще эквалайзеры, улучшайзеры от Sony. Звук меняется. Сверху также дополнительный микрофон. С левой стороны шикарный лоточек, который можно вытащить ногтем. Ну, при условии, если у вас ногти есть. И там у нас скрывается две сим-карты, еще и карта памяти 2 плюс 1. С правой стороны кнопка громкости, кнопки включения. И вот сюрприз. Кнопочка, которая замечательно, даже из заблокированного состояния, эта кнопка помогает нам включить камеру. И нажатие на нее делает сниму, как на фотоаппаратах. Опять же, Sony молодцы. То, что они, по-моему, единственные, кто это делает. Динамик здесь только один. Динамик снизу. Про него обычный динамик. Нехорошо, неплохо. Водозащиты здесь нет. На всякий случай, уточняю, снизу микрофон и USB Type-C. Камеры в смартфоне очень необычные. Их здесь три. Притом, когда обычно говорим три, то подразумеваем две основных, тыловых, и фронтальная одна. Здесь же наоборот, ребят. Здесь у нас есть вспышка, есть две фронтальных камеры. И это реально выделяет этот телефон. Но, судя по всему, это новый тренд. Реально новый тренд, как я понимаю. Можно фонарик включить и себя подсветить. Что касается камер, ну, 23 мегапикселя основная. 16,8. Притом, с оптической стабилизацией одна из камер фронтальных. Ну, с горечью какой-то. Опять, ну, не получается у Sony в свои же собственные телефоны, свои собственные модули камер ставить. Ну, не получается хороших снимков. Вот, ну, никак. Обидно. Ведь Sony один из поставщиков вообще для практически всего рынка телефонов, именно модулей камер. Но на свои телефоны они годами делают не очень хорошо. Но это просто... Я не знаю, как, наверное, будет ли когда-нибудь так, что вышел новый Sony из шикарной камеры. Увы. Я не хочу сказать, что они плохие. Блин. Почему телефон за 200 долларов фотографирует лучше, чем эта Сонька? Я понимаю, что, может быть, кто-то обидится, кто имеет этот телефон, и будете писать, да нет, отлично фоткает. Может быть, когда-нибудь выйдет какое-то обновление софта. Да. Ведь софт это очень важно. И исправит. И будут фоткать лучше. Пока же оригиналы, посмотрите по ссылке под этим видео, не впечатлили. Ну, я не буду ругать телефон за то, что он островатый. Это уже и поднадоело, честно говоря. И, опять же, некая изюминка на фоне всех телефонов, которые безлики. Ну, не отметить то, что все-таки, когда по нему разговариваешь, нижняя грань, она впивается в руку. Какой бы вы сильный человек ни были, вынослив, все-таки это не очень удобно. В остальном, хотя бы вы выделяетесь. Сканер отпечатка вот здесь на спинке разблокирует без проблем. И поговорим тогда о процессоре. Он здесь довольно-таки хороший. Это предфлагманский процессор, если можно так назвать, Qualcomm Snapdragon 630. Мне он очень нравится. Во-первых, у него хорошая производительность. Те же игры, например, танчики, кто играет, у вас будет 40-50 FPS. Вполне себе комфортно. По Antutu 85 тысяч баллов новая версия. 8 ядер тактой частоты, 2.2. Процессор от Adreno. Что еще нужно для счастья на телефоне, который не является флагманом? То есть, еще очень важно, кроме производительности, то, что он очень энергоэффективный. Здесь 6 дюймов, Full HD разрешение, это 367 пикселей на дюйм, что более чем достаточно. По идее, он должен быть прожорливый. Экран, разумеется, IPS. Но, как ни странно, телефон живет полноценный день совершенно спокойно, даже при больших нагрузках. И это меня удивляет. Мало того, он умудрился чуть больше 10 часов видео прокрутить на максимальной яркости, что меня тоже удивило. Это, ребят, много. Видео без перерыва крутит долго, работает на батарейке долго. В батарейках, к слову, 3580 мА, что не так и много. Не 4, не 5 тысяч, а 3,5. Но держит хорошо. В смартфоне есть все необходимые модули, включая модули NFC, разумеется. Все есть. Все. И, по большому счету, это телефон один из немногих сейчас, с которым вы можете выделиться, который обладает большим экраном, огромной лопатищей, который обладает двумя сим-картами и картой памяти, которым все, в общем-то, хорошо. И производительность, и автономность, и экран сам. Ну, вот давайте теперь по минусам подводим итоги. Мне не понравилось конкретно это именно то, что камеры не столь хороши. И вторая вещь, которая мне не понравилась, это мелочь. Может быть, со временем выйдет обновление прошивки. Кстати, здесь Android 8, и с ней лишний раз можно сказать спасибо, они молодцы. Реально, далеко не все сейчас с восьмеркой выходят. Но вот эти кнопки, которые занимают часть экрана, сейчас точно нельзя их переназначить. Я перерыл все настройки телефона. В будущем, возможно, сделают прошивку, и, пожалуйста, кнопку назад можно будет поменять. Но сейчас она только здесь. Что еще про него рассказывать? Наверное, это все. Отмечу еще по беспродным сетям, модулям, радио есть, FM, что тоже приятно. Отмечу довольно-таки приятную оболочку. Она не такая быстрая, как мы привыкли даже в 200 долларов китайцах. Не к тому, что тормозить, но все-таки вот Sony немножечко на скорости поработать бы нужно, на мой личный взгляд. Но она приятная. Отмечу, есть очень приятные темы. Вот реально очень приятно. Телефон под себя можно настроить. И продираться-то к нему не хочется. Даже наоборот, впечатление оставил приятное. На этом у меня тогда все. Я благодарю интернет-магазин KUG.RU, который предоставил для обзора этот телефон. Если будете там покупать этот, либо практически любой другой телефон, можете воспользоваться скидкой по кодовому слову ARSTYLE в 500 рублей. Ссылка на магазин под видео, там же кодовое слово на скидку. И там же, разумеется, оригиналы фотографий. Обязательно посмотрите и свое мнение собственное составьте. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Instagram, Facebook и ВКонтакте. Все группы живые, поддерживаются. Надеюсь, всегда будет много интересного. Счастливо!